Здравствуйте! Электроника, она изменяет наш мир. Буквально везде проникла, куда только смогла. И в связи, и везде. Без неё сейчас никуда. Вот об этом сегодня наша передача. Ну, пойдёмте посмотрим. Пошли! Это объёмное телевидение, так вот и хочется схватить шляпу, которая вылетает, кажется, оттуда. Так вот сделана такая современная технология. Об этом есть смысл поговорить со специалистом, со знающим человеком. Пошли! Алексей Юрьевич, вот объёмное телевидение, скоро ли оно придёт в наши дома, это раз. А во-вторых, каковы его принципы? Надо отметить, что объёмное телевидение уже сейчас приходит в наши дома. Ряд телевизионных компаний, например, английская Sky, российская платформа HD, уже начинают вещение в тестовом формате. Вопрос в 3D-формате вещать. Вопрос в том, как это будет приниматься и какой стандарт будет принят. Пока сейчас наибольшее распространение получают системы просмотра объёмного телевидения с очками. И уже серийно выпускаемые телевизоры Samsung позволяют такой просмотр осуществить. Ну и, кстати, не только Samsung, Sony и другие производители тоже заявляют. То есть в этих телевизорах две системы изображения в поляризованном среде они, да? Ну, с активной поляризацией. Так, так, так. С очками как-то направляемся. Ну, это не совсем удобно. А вот ваш экран, это без очков можно смотреть. Я без очков вижу, что все мы там объёмные. Да. Но надо отметить, что есть решение, то есть следующего шага, следующего поколения, которое позволяет отказаться от использования очков и зрителю показывать картинку уже в более естественном виде. То есть и такие решения, то также разрабатываются рядом компаний, мировых лидеров в области производства дисплея. Наше же достижение в том, что мы добавляем в общую инфраструктурную систему объёмного телевидения недостающие компоненты. Это специальный сервер видеокодирования, который может в режиме реального времени подготавливать материалы для просмотра как с очками, так и без очков. Кроме того, в данной системе не хватает ещё приёмного устройства, которое бы понимало различные форматы и могло вывести изображение на дисплеи различного типа. И на обычные телевизоры, и на дисплеи с очками, и на телевизоры без очков. Вот телевизор без очков, она, значит, такая, скажем, матрица, состоящая из каких-то полимерных призм таких, да? Да, цилиндрические призмы оптические. Это одна из наиболее разработанных технологий в этой области, которая получила уже воплощение в серийно выпускаемых изделиях ряда компаний. То есть один глаз видит одно, а другой глаз видит немножко другое? По сути, линза, наложенная на экран, она играет роль очков. То есть разделяет изображение разных каналов глаза человека. Как каждого глаза, да? Здорово. А снимать это кино можно просто обычными видеокамерами, да? Как раньше были такие стереоскопические фотоаппараты, когда-то я помню. Технологически линзовый экран требует целого ряда каналов многоракурсного изображения для того, чтобы иметь возможность создать у зрителя объемные впечатления без очков. Но снять серию каналов с разных ракурсов – это очень сложная техническая задача. Девять камер, например, сложно синхронизировать, сложно поставить, сложно ими управлять. Поэтому наша разработка заключается в том, что мы позволяем сигнал с двух камер переработать таким образом, чтобы можно было просчитать промежуточные изображения. Вот как раз эта сложная вычислительная задача была нами эффективно решена, реализована в виде программного обеспечения российской разработки. И сейчас, по сути, то, что вы видите, это, не побоюсь быть скромным, пожалуй, впервые в мире такая демонстрация, когда в режиме реального времени мы имеем возможность снять видео в телескопическом формате, передать его на сервер видеокодирования, который вводит обработку, компрессию, и в стандартном транспортном потоке передается все по сети, интернет, и принимается нашей телевизионной приставкой. И показывается на дисплее. Вот небольшая задержка есть, но совсем небольшая. Задержка обусловлена тем, что это практически полный канал трансляции. С нашего сервера уже можно подать DVB-ACI сигнал на энкапсулятор и поднять на спутник и уже раздать. Вообще глобально. Половина слов непонятная, но ясно, что можно смотреть объем на телевидении. А задержка в полторы секунды, я думаю, специалисты оценят, что это очень маленькая задержка. Да. Это ерунда. Это здорово. А вот сейчас иногда стали делать, раскрашивать черно-белые фильмы, а теперь говорят, будут обычные фильмы делать объемными. Это как, с помощью компьютера что-то пересчитывается? Да. Все как надо там, да? Такая человекомашинная процедура, в которой с помощью дизайнера компьютер автоматически может построить, рассчитать информацию в удаленности каждой сцены и превратить ее в объем. Есть решения, которые полностью автоматически это делают, но им свойственно получение ряда ошибок. В результате не каждый видеоматериал может быть преобразован. Я знаю, что есть у нас партнеры, студии видеоподготовки материалов, которые выполняют такие операции и готовят кинофильмы для показов кинотеатров. Это достаточно трудоемкий процесс, и мы разрабатываем программное обеспечение, в том числе и для выполнения такой операции. И я думаю, уже в этом году мы сможем предложить это в виде готового продукта для студий, для телевизионных компаний, для того, чтобы можно было переводить двухмерные фильмы в формат трехмерной визуализации. А вообще, вот это 3D, это все-таки будет элемент искусства кино или некий аттракцион? Знаете, такое? Ну, как объемное кино, вернее, как кольцевая кинопанорама, например. Я думаю, что этот неизбежный все равно переход, качественный, как мы в свое время перешли от черно-белого телевидения, добавив цветное, просто дополнительную информацию в видеопоток. Потом мы качественно перешли на цифровые телевидения. Теперь на базе цифрового телевидения мы имеем возможность добавить еще одну, по сути, плоскость, еще одну дополнительную информацию, это информация о глубине. Уже есть международно принятые стандарты, которые позволяют это все упаковывать, транспортные потоки передавать, принимать и показывать. Георгий Николаевич, вот у вас такая спутниковая тарелка огромная, а как же вот я привык, что телевидение спутниковое принимают на тарелке, ну, гораздо меньшего размера? Согласен. Если вы имеете в виду, то привычные НТВ, Color Plus или вот так, как бы что-то подобное. Да, 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 да. Значит, отличие от них, первое, это первое, то, что это приемы передающие. Не только она принимает, но и излучает. Второе, она работает на несколько других бортах, чем мы привыкли к тем, которые принимают НТВ Plus, которые требуют несколько больше энергетики. Она может универсально как в СИ, так и в КУ диапазоне работать. Это в каком-каком СИ? В СИ и КУ диапазоне. Это какие же такие диапазоны? Частотные? Да, частотные диапазоны, там 4,6 МГц и 10,11. Это для того, что используется для связи с спутниками? Да, с диапазонарными, спутниками расположены на диапазонарной орбите. Так. Значит, перед вами мобильный вариант, прием передающей станции, разработки компании ЗАО САТИ СТЛ-94. Значит, она применяется для чисто связных средств, скажем, организации видеоконференции, доступ в интернет, возможности связаться по телефонии. Также она активно применяется при фоторепортажах. Ее используют в МЧС, когда надо передать какие-то события, которые происходят в регионах. Структурами близких к военному, мистерство обороны, для организации, скажем, учений, проведения учений и, значит, всяких спецопераций. В том числе, скажем, для контроля за строительством Сочи, потому что 2014 год будет Олимпиада строительства, контроль за строительством этой Олимпиады. А сколько здесь можно передавать гигабит в секунду? Все зависит от того, значит, какой усилитель будет здесь установлен. Здесь можно и 8 мегабит разогнать, 8 мегабит, да, это секунда, это пропускная способность. 8 мегабит в секунду? Да, для придачи конференции более чем достаточно будет и 512 кг. А сколько это будет, сказать, в мощности, в ваттах, чтобы до спутника добить, чтобы спутник нас услышал? На самом деле мощность излучения зависит от пропускной способности канала. Да, да, где-то, значит, скажем, для канала 2 мегабит будет достаточно, на мегабит где-то 5-6 ватт. 5-6 ватт. Да, опять же, это будет зависеть от того, какой спутник. Энергетика у каждого спутника, это будет либо экспресс, либо Ямал, они образличаются. Жизнь нам иногда преподносит приятные неожиданности, сюрпризы. Бывает, придешь куда-нибудь снимать сюжет, а тут тебе навстречу твой зритель, то есть вы. Вот посмотрите, что из этого бывает. Алексей Игоревич, а вы нас вот по телевизору часто видите, нет? Ну, сейчас уже смотрю не очень часто, а раньше смотрел часто достаточно. А раньше это когда? Ну, где-то, может быть, полгода назад, год назад вот так. А что же там смотрели на нашем канале? Там просто были очень интересные передачи, вот ваши, да, по физике, популярные по математике, по экономике я смотрел. То есть мне эта область интересует больше, так как я сам закончил из тех. Из тех? Ох ты! Так что я, так сказать, чтобы вспомнить, тряхнуть стариной, послушать свои знания, мне очень нравились ваши передачи. Популярно все, очень интересно и доходчиво, доступно. Спасибо. А вы в будущем будете кандидатом наук? Знаете, я планирую защищаться, конечно, сейчас есть некие сложности с этим, да, с аспирантурой, как всегда, да. Но вот я сейчас по аспирантуре, точнее, я ее уже закончил. В физтеховской аспирантуре? А я был сначала в физтеховской аспирантуре, потом я перешел аспирантуру Ираран, это вот в Афгазии у нас, да. Да. Вот. Ну, сейчас там есть некие сложности защиты, но тем не менее я планирую все-таки на счет от всей своей добить в ближайшем будущем. А как называется тема? Если не секрет, конечно. Значит, сейчас моя тема по определенным датчикам внешних воздействий. О, это здорово. Волоконно-оптические датчики? Да, волоконно-оптические, да. Волоконно-оптические датчики. Желаю удачи. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Значит, вот там на стенде представлены педагоги этого датчика. А мы туда собираемся подойти. Да, сейчас подойдите, я вам расскажу, и мой коллега тоже расскажет вам о том, что мы делаем. Хорошо, мы сейчас придем. Обязательно ждем вас. Евгений Тарасович, у вас вы делаете волоконно-оптические системы, вот это даже как датчиков распределенных, да? Да, это распределенный датчик внешнего воздействия на основе конгерентного рефлектометра, предназначен для контроля несанкционированного доступа к нефтепроводам, контроля утечек в газопроводах, охраны периметра, контроля подключения к ВОЗ несанкционированного. Так, вот давай сейчас разберем все, что вы сказали. Рефлектометр, да? Рефлекс, это отражение, да? Да. Как дифракционное, или как вы сказали, интерферляционное? Нет, это отражение, это обратное рассеяние релея, физический принцип. Есть, так. И прибор является рефлектометром, но, так сказать, только источник излучения когерентный, в отличие от большинства. Понятно. Значит, если где-то кто-то надавил что-то такое вот на ваше волокно, ну, сдавил его, деформировал и загнул, в этом месте увеличивается рассеивание, да? Да. В этом месте происходит изменение фазовых соотношений обратно рассеянного излучения. Так. Вот, и меняется интерференционная картина обратно рассеянного излучения. И таким образом, и таким образом мы можем детектировать место воздействия с точностью до 20 метров. А общая длина ваша... Общая длина, общая длина сейчас реально 30 километров, но теоретически это 40 километров. То есть, вот на этом вот 30-40 километровом отрезке вы можете, значит, всегда фиксировать всякие воздействия. А сколь сильным должно быть воздействие, чтобы вы почувствовали? Ну, на счет того эксперимента... Вот недалеко от вашей линии проехал трактор, громко громыхая. Вот, если проехал трактор, то он может проехать в 100 метрах, в 100 метрах, так сказать, от линии. Почувствуйте. Вот, если проходит, да. Если проходит человек, то это где-то 5 метров. Вот. Значит, если проезжает автомобиль по гладкой поверхности, то это порядка 30 метров. Вот, а если по грунтовой дороге, то порядка 50 метров. То есть, это фактически вы на всем этом 40-километровом отрезке знаете, что делается вот в ближней полосе. Да, да. То есть, детектируется место воздействия, определяется тип воздействия. Вот, и мы можем разрешать. А вот если кто-то начал пилить эту трубу, сверлить дырку, чтобы подключиться... Да, то мы сразу-сразу-сразу можем послать брикаду, которая предотвратит несанкционированный доступ. Понятно, за брикадиром. Ясно, они предотвратят доступ. А вот если, кстати, вот, например, так вот, вдоль периметра какого-нибудь, да, мы там охраняем объект, или поле, на котором наркодилеры растят, там какой-нибудь наркотик, да, проложили вот это вот световодик, да, и где-то там спецслужбы ждут, когда там на этом поле появятся нехорошие люди, да, собирать эту самую траву. Вот. Так вот можно регистрировать? Ну, безусловно, безусловно, это все то же самое, так сказать, что и контроль доступа к нефтепроводу. Принципы те же самые. Это, то есть, если вы, например, такой линией окружите, например, кофейную плантацию, то потом можно будет спокойно брать и отбирать у этих жульков кофе, да, это будет отборный кофе, то самое, да? Ну, можно и кофейную плантацию окружать, вот, а можно окружать, например, охраняемый объект. Ага. Можно окружать ракетную шахту, например. Да, вау. Это здорово. Также возможен мониторинг вибраций ответственных промышленных объектов. А, это то есть, на случай, что они соберутся разваливаться, да? Ну да, то есть все мы помним, так сказать, трагедию на ГЭС, вот, значит, также мониторинг вибраций мостов, тоже актуальная тема. Да. Мосты? Мосты, соответственно, промышленные объекты. Линии электропередач, мочные? Линии электропередач нет, поскольку должен быть контакт с волокном, то есть если волокно висит в воздухе, то вибрация не будет передаваться в достаточной степени, чтобы, так сказать, было произведено воздействие. Вот там вот на экране, значит, бегает такой сигнал, это, ну, результаты как раз изменения отражения, обратного рассеяния вот в этой катушке световода. Вот если я не по ней повожу, вот видите, как прыгает, бесится вот эта картинка на экране монитора, да, вот она, вот она, вот он чувствует, это спекло, спеклы, спеклокартина, так вот. Алексей Дорович, вот тут такие у вас, как это, крейт, да? Крейты, да, здесь расположены крейты. А что же такое в этих крейтах, что за аппаратура связи? В этих крейтах расположены модули, в общем-то, она видящая российская разработка, модули для передачи данных, ну, в общем-то, разными способами. Так. Значит, мы занимаемся тем, что наша компания занимается тем, что мы передаем, в общем-то, данные по технологии DWDM, то есть это плотное волновое мультиплексирование. И здесь расположены модули, которые, собственно, и обеспечивают, скажем так, более удобное и более, так сказать, емкую передачу данных на большое расстояние. Это, так называемые мукспондеры, это перестраивание мультиплексеры, это транспондеры на 10 гигабит. Ну, слов много заграничных, но, короче, это система уплотнения каналов связи, так? Совершенно верно, да. Это система уплотнения. В общем-то, здесь показаны просто отдельные модули, а вот там на стойке у нас показана работающая система на 40 каналов. То есть мы... 40 каналов, я поясню, что это значит. 40 оптических каналов. То есть по одному волокну передается 40 лям, так называемых, 40 каналов. 40 разных длин волн. Да, 40 разных длин волн, да. Каждая длина волны замоделирована своим сигналом. Например, это с какой-то скоростью, скажем, 2,5 гигабита, то есть 2,5 гигагерца, либо 10 гигагерц, 10 гигабит. Вот. То есть вы на каждой длине волны, а длин волн 40, можете передавать до 10 гигабит в секунду, да? Даже не до 10, до 40. До 40 гигабит. Здесь представлен модуль, который передает до 40 гигабит. То есть у него 4 входа по 10 и выход 40. Дайте я 40 умножу на 40, получишь 1600 гигабит, да? То есть 1,5 терабита в секунду, да? Да, совершенно верно. 1,5 терабита, 1,6, делить на 8, 200 гигабайт. В общем, очень и очень много. 200 гигабайт в секунду, да. Это значит, за секунду можно передать 100 фильмов. Совершенно верно. DVD-формат. Ну, скажем так, для большого города, для очень большого города, как Москва, это не так много. На самом деле, таких каналов нужно очень много, собственно, поэтому такие системы являются очень востребованными. Здорово. В то же время. Вот. Что здесь у нас, в общем-то, наша компания представляет единственную российскую компанию, которая занимается DWDM российским. А такое DWM? DWDM, Dance Wavelength Division Multiplexing. То есть плотность... Dance, плотность, дивизион. Wavelength Division, волновое мультиплексирование. Ага. Плотное волновое мультиплексирование, да. Все по-английски, все по-английски. Да, к сожалению или к счастью, это так. В общем, английский международный язык. Николай Сергеевич, а ваша программа загружается быстро? Да. Всего лишь 10 секунд требуется, чтобы от момента старта до момента начала резки по программе. Отжало резки. Вы... Ваша установка режет металл, камень, в крови воды, да? Да, это особенность подобных машин. То есть универсальная достаточно установка. Это режет металлы, камень, неметаллические изделия, такие как стекло, пластик. То есть ограничений по материалам практически нет. Вот скажите, пожалуйста, Николай Сергеевич, вот резка струей воды, в общем-то, известна достаточно давно. Лет 50, наверное, да? Ну, вообще струя под высоким давлением впервые была применена в программе шаттл американской для резки керамических плиток, обшивки челнока, вот, которым покрыт сам шаттл. Ну, вот я там об этом слышал еще в 50-е годы, в 60-е годы. Как об идее, да? А идея возникла, говорят, непосредственно у нас в России. То есть сама теория резки, водной струей высокого давления различных материалов. Но, к сожалению, как часто бывает, досталось это все, то есть воплотить жизнь, получилось у американцев. А я вот сейчас пытаюсь вас навести на тот ответ, который я от вас хочу. Давайте попробуем, наведу или нет. Вот скажите, без современного, ну, или более или менее современного компьютерного обеспечения работала бы такая установка? Или только что-нибудь, так сказать, какие-то штрихи? Примитивные какие-то вещи, естественно, можно и в ручном режиме было бы резать по прямой или по какой-то окружности определенного диаметра. Естественно, сложный контур, он напрямую связан с достаточно тоже сложным программным обеспечением, которое управляет данным станком. То есть без электроники и тут для резки, так сказать, мрамора тоже не обойтись. Электроника везде к нам пролезла. Абсолютно. А какое давление у струи воды в вашей установке? Здесь давление 4150 атмосфер. 4150 атмосфер. Ага. Это, по-моему, если пересчитывать как давление торможения воды, где-то около двух скоростей звука. Да, даже слегка побольше. Две с половиной скорости звука. Вот так вот, да? Так это сумасшедшая скорость, она же все разрушать будет на своем пути. Ну, здесь процесс контролируемым полностью, то есть никакой опасности для оператора абсолютно не представляет. А как быстро режет? Все зависит от материала и толщины. Ну вот мрамор вот той толщины, что у вас. Скорость порядка 500-600 мм в минуту. 500-600, полметра в минуту вот этой линией провязает? Да, то есть камень – это достаточно легкий для обработки материал на гидроабразивной резке, поэтому скорости достаточно высокие. А что тяжелый? Вязкие материалы, например, из металлов – это нержавейка. То есть самое трудное, обрабатывая именно струей воды с песком – это нержавейка. Электронная техника неуклонно движется вперед, развивается, конца и края не видно. А вот время нашей передачи закончилось. Время – очень интересная субстанция. Когда одно время кончается, тут же начинается другое. Очень здорово на самом деле. Всего доброго вам, пока! Субтитры создавал DimaTorzok